Значит, мы сегодня попытаемся поговорить об уравнении обмена. Для чего? Потому что у нас, например, одна из распространенных версий в России состоит в том, что денег у нас слишком много, и вот-вот Америка захлебнется своими свежими печатными долларами и погибнет. На самом деле, все дело, похоже, обстоит прямо противоположным образом. Главная проблема американского доллара состоит в том, что его недостаточно. То есть, то, что они печатают, его слишком мало. Давайте мы поэтому отправимся в некий экскурс, посмотрим, как у нас это функционировало в России в 90-х годах. Почему? Потому что существовала определенного рода либеральная догма, которая чуть не разрушила нашу экономику в то время. И как она работала? Значит, существует известное уравнение обмена. Уравнение обмена говорит следующее, что денежная масса М умноженная скорость обращения денег равна общему количеству производимого товара, Ю смея случайно получилась, например, С. А У – это уровень цен. Поэтому утверждается следующее, что если мы попытаемся уменьшить денежную массу, то у нас цены в уровне цен, то, соответственно, он тоже уменьшится. Вот подобного рода вещь. Именно поэтому в 90-х годах у нас пытались сокращать денежное приложение. И до сих пор пытаются сокращать денежное приложение. Надеемся, что уменьшение агрегата М приведет к тому, что у нас цены тоже в стране будут падать. Да. Что? Плэй. Такова, значит, ситуация. И это было очень популярно у нас, помните, в 90-х годах. Кроме того, у нас уровень производства сильно сокращался. Для того, чтобы с этим как-то бороться, сокращали уровень денежного агрегата М. На самом деле, вот хочется сказать эти опять слова, на самом деле, все происходит далеко не всегда так. Это у нас происходит тогда, когда у нас вся экономика полностью покрывается деньгами. Но представьте себе, если у нас есть вот такая одна большая целая экономика. И первая, и третья целая большая экономика, получается, что есть некий сегмент, обозначенный учебник, который обслуживается этими деньгами. А другой сегмент функционирует каким-то другим способом. Почему он функционирует каким-то другим способом? В 90-х годах это были так называемые взаимозасчеты. Когда Газпром какой-нибудь, скажем, Варкутинский, Варкутинский получал собственные платежи за счетами, то есть трубами, кирпичом, песком, его тоже надо было реализовывать. Некоторые из моих знакомых попытались по тем временам сделать крупное состояние, у них были зачеты Газпрома в Варкутине, они обменивали это дело по цепочке, в конце концов приходили туалетные бумаги из одного, из Крюкарского завода, и после этого эту бумагу уже реализовывали за деньги. Поскольку у них на каждом этапе возникали определенные розы транзакционные издержки, которые они покрывали по большому счету, то они очень неплохо заработали на тот момент. Что у нас происходит, если мы начинаем в такой экономике снижать денежное предложение? Мы снижаем это денежное предложение. У нас происходит, что вот этот сектор обслуживания деньгами у нас уменьшается. Вот уменьшается он и все. Тогда уровень бартера вот этот, он везде нарастает. Но к чему это приводит здесь? Это приводит к тому, что у нас цены вместо того, чтобы уменьшаться, начинают расти. Почему? Да потому что у нас уровень экономики снижается, и здесь как раз денежное предложение. Оно будет высоким. То есть оно здесь вырастет. А то все будет обслуживаться в туалетной бумаге или бартеру. Почему я об этом рассказываю? Потому что у нас в мировом масштабе есть ровно такая же ситуация на сегодняшний день. У нас существует доллар, который, казалось бы, должен был обслуживать всю мировую экономику. Но у нас наряду с ним есть всевозможные региональные валюты. Рубль, юань, что-либо еще. Ну, другие аналоги вот этой бартерной туалетной бумаги. Вот они и существуют. И у нас возникает та странная ситуация, которую я хочу все время описать, и ее описывают, что проблема связана в мировой экономике не с тем, что долларов много по каким-то причинам, а получается так, что у нас в мировой экономике прямо противоположная тенденция. Долларов слишком мало. И это большая проблема американской экономики. В чем у нас состоит эта большая американская проблема? В том, что весь окружающий мир, как он тогда на туалетную бумагу, то есть на ликвидную какую-то бартерную единицу, предъявлял спрос, он весь мир предъявляет спрос на американскую валюту. И американская валюта, из того, что она должна была обслуживать потребности национальной экономики, она все время вымывается. И он становится как бы так все меньше и меньше. А почему спрос на валюту-то есть? Могли бы рубль сразу меняться, там, не знаю, на фудстиль, например, зачем можно... Нет, а он не хочет даже меняться, они просто все хотят иметь доллары. Да, потому что они академатисты. Да, почему? Ну, точно так же, как хотят иметь рубли, а не... А не взимозасчеты по петербуржам. Вот такова ситуация. К чему это приводит? К тому, что вот в этой, в американской экономике, покупательная способность доллара оказывается выше, чем во всем остальном мире, как ни странно. И это действительно так. Потому что у них ниже цены, у них дешевле автомобили, у них дешевлее жилье, у них покупательная способность доллара в американской экономике выше. Но как вот здесь поступают американцы? Дело в том, что получается, что они своим долларом, то есть своей национальной валютой не хотят обслуживать потребности всей мировой экономики, а хотят застыть в таком каком-то промежуточном ситуации ну вот на самом деле это одни и те же деньги но нет они может одни и те же но как бы каким-то способом там не дают возможность внешнему доволок его внутрь не смешаться циркулируют различиться и как раз говорит что проблема не в том чтобы внешне не вошли а в том чтобы внутренние не ушли ты вот так да 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 что внутренние не ушли ни в коем случае они уходят постоянно точно вот такая такова такого откуда возникает не синий брать какие-то там возникает спрос на доллара но уже есть это как уже да вот это вот и стран бумажки какие-то мы могли был бы спрогу быть спрос на просто на бумажку почему это кажется даже я понимаю посмотри если ты хочешь если ты хочешь держать создавать какое-то накопление это накопление накопление то что ты совершаешь должно отвечать некоторым требованиям одно из этих требований должна быть высокая ликвидность то есть ну то есть что такое ликвидность это возможность как бы его ты не можешь взять рубль и поехать допустим в китай в латвии в латвии курс рубля в обе стороны как бы два раза возвращается то есть ты как можно купить вот обратно продать ты можешь ну неудобно в девяностых годах ты тоже должен был ехать до запад ехал с долларом а не с вагоном туалетной бумаги не с вагоном но вот неудобно с вагоном конечно то есть ну можно продать рубль но это надо такое вообще нетривяльно можно и туалетную бумагу привезти с собой просто вагон бумаги но пока ты будешь там расторговывать а тебе а то лад и его внешних операциях там как бы доллар претендует же на универсальную операцию какой смысл к откуда возьмется спрос спрос это только вовне кто-то едет за границу туристическую поездку тому нужный доллар компания который собирается закупить какой-то товар и тоже внутри цикл ну понятно такой вот такой может циркулирует да 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 биткоин очень ценна вещь просто распространенность и именно есть же другое другое свой то есть он в этом смысле он неплох ну давайте опять посмотрим на современную российскую экономику вот говорят что одна из его фундаментальных особенностей то что на немало денег и это правда потому что например в китае денег в два раза больше чем ввп а у нас где-то 48 50 процентов всего лишь то есть у нас достаточно мало у нас экономика низко низкой монетизации что у нас теперь выступает бартер запрещен как таковой выступает в качестве денежного суррогата тогда был бартер что-либо еще на мой взгляд я может быть ошибаюсь но нынешние осрочки платежей которые существуют выступают в качестве денежного суррогата как у нас происходит и сегодняшний день торговли у нас вот есть сетевой оператор какой-то да сетевой оператор там лента что-либо еще что-то еще вот он продает товар за деньги конкретно взятому потребитель но здесь вот в этой вещи он расплачивается с двух трехмесячной задержкой обычно с поставщиком то есть то что раньше получали эти бумажки взаимозасчета в 90-х годах то теперь он получает человек местоплатежи получает обязательство оплатить этот товар через два-три месяца и очень часто эти обязательства не сдерживают здесь не поставщика возникает большое количество издержек первое высока вероятность того что деньги никогда не увидит второй ему придумывают какого-то рода вещь потом он создать некую дебетовку будут и шантажировать скажут что если ты не делаешь что-то и то-то не погнешься не поставишь и он и он и он в результате у нас оказывается что настоящие деньги функционируют только воздействие потребления а вот здесь во всей остальной вещи вот он здесь здесь у нас возникают срочные платежи их цепочка очень большая ровно также как как раньше существовала ситуация него тебе отгрузим эшелон угля если три процента ты нам заплатишь деньгами все остальное бактер и люди отгружали бактером сейчас не получают внутри процента получаем то и нынешняя сегодняшняя ситуация в этой цепочке 5 денег нет по большому счету в этой самой цепочке есть просто вот эти всевозможного рода осочки и получается опять наша картинка которую к ней возвращаемся то есть у нас часть экономики потребительского способа 1000 настоящий книга еще один момент ведь это отсрочка как мы помним да это еще и возможность получить прибыль так вот конечно ведь и потому что если национальная валюта допустим падает цене вот то отсрочка а нет нет она падает почему 1 . ты будешь ты заплатишь в рублях если ты перевел деньги валюту на дело не в этом просто любой кредит да это же кредит получит а любой кредит стоит денег а это уже бесплатный кредит ну если бы все хуже на самом деле получается что у нас часть часть экономики опять функционирует на основании определенного рода денежных суррогатов как вот здесь она функционировала на большое количество всевозможных национальных валют кирпичи там туалетная бумага трубы еще чего-то и все друг друга менялись был специальный класс посредников похожий на класс евреев в священной римской империи когда в каждом поселке в каждому у каждого князя была своя национальная валюта не было 500 или 600 и всех надо было менять друг на друга и все это было срокла с большим количеством издержек то здесь вот возникает вот подобного рода странная вещь в чем источник современного как бы представляется экономического кризиса а в том что кредит который обслуживал хотя бы часть этой экономики иссяк не связано не с санкциями а потому что и просто плохо возвращает здесь возникла очень похожая ситуация опять эта ситуация 90-х годов ты на самый шелон углей 3 процента деньгами как поступает нынешний предприниматель вот у него есть бизнес который вот на этом деле как-то функционирует и он еще недавно год-два назад брал под него кредит под этот бизнес и эти деньги выводил он-то получал деньги и оставлял свое предприятие с кредитом со срочкой всем прочим просто вот на милость банка но банку он не нужен и это и эта ситуация сегодняшний году происходит она как ни странно из того не так есть специальные компании которые готовы уступить посредникам и взять на себя все долги должника как бы а и расплатиться за какой-то процент тренингами да значит есть так называемый фактуринг то что было рассказывать что тебя если на банк который говорит что давайте сделаем так у тебя будет договор скажем с ленты чем-то еще ты будешь значит мы тебя по поэту твою подметовскую задолженность по твою я проаккредиту но на деле они заплатят заплатить деньги они вот за этот процент банк это обычно кто кто мне должен кто я здесь в этой схеме на самом деле в идеальной экономике так должно работать в россии это не работает ваще и почти никогда но банк оказывается вот таким данного банка банка есть кредит cb на деле вот эти самые эти вещи договорах прописывают что подобные ситуации никогда не было почему потому что они не хотят работать банка потому что они тебя всегда нагнут на второй другой третий месяц срочки они с тобой сделают а с банками будет работать гораздо неприятно сразу же суды это все в договорах у них прописано что никакие фактор не восхер есть такая вот такая ситуация не может быть это сделано все это все это вот такие вот вещи это есть проистекает это из такого замечательного вещи что мы сейчас оказались как ни странно на новом качественном уровне ситуации 90-х годов то есть вот эта самая региональная валюта где у нас в качестве денежных суммокатов выступают всевозможные отсрочки вот в этом ситуации что тогда к этому приводит если мы будем снимать снижать опять денежную массу то тогда у нас получится прямо противоположный эффект у нас происходит не снижение уровня цен как это должно быть а произвел схлапывание сектора который обслуживается живыми деньгами и здесь в этом количестве будет нарастать и потенциал что мы опять и наблюдаем что при снижении денежного предложения оказывается что у нас первое падает уровень производства что естественно что у нас очень активно падает а с другой стороны у нас оказывается что происходит еще и рост цен это простые вещи которые можно достать из уравнения обмена как с этим бороться я не совсем представляю но ясно что российская экономика это люди здесь правы сильно не домонетизировано то есть денежное предложение очень-очень маленькое как сделать так чтобы эти деньги которые окажутся в этих контурах они ни в коем случае не попали на рынок валюты не привели просто к обрушению дальнейшему роли не было ты дал людям деньги вместо того чтобы заниматься производством быстренько накупили валюты все это вывезли достали я оставил вот эту свою пустышку пустую фирму качественно растерзание как произошло например с мечел у которой на 10 миллиардов долгов набрали а капитализация уже 200 миллионов по моему всего лишь было недавно 500 но он полустого времени вот это я определенного рода проблема но хочет хочет хочется отметить что мы имеем два фундаментальных фактора первого у нас значит есть ситуация вы помните да когда я рассказывал по поводу денежного обмена в ссср у нас был безналичный рубль и наличный рубль да что в этом как бы контуре получалось контуры предприятий работал исключительно безналичный рубль а здесь работал как бы так исключительно наличный и до реформ косыгина либермана это начало 70 у нас этого контуры не пересекались между собой они были разные они стоили разное количество потом уже среди года один к 11 меня не больше не меньше то есть это был соевразный учетный чек сделать и не чуть таким же был между прочим на международную переводной рубль российский но не российские цели ну да 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 вот так вот эти контуры контуры были разогнуты а вот оси сейчас они как-то получается что они тоже функционируют потом доля вот этого сектора я смотрю посетил им оператора ко всем прочим она постоянно нарастает а доля вот этого нас не снижается и при этом растут цену как и должно быть по моей теории которые получаются замкнутый круг потому что насколько я понимаю изначально ситуация возникла из-за того что деньги очень дорогие и вместо того чтобы кредитоваться в банках предприятия кредитовались друг у дружки благодаря вот этим задумываться в том числе да а сейчас что получается что вмешательство банка во первых ничего не даст потому что уже никакие игроки на рынке ему не верят а как ты будешь вливать деньги в эту всю структуру непонятно непонятно поэтому как ни странно попытка перейти и государственной экономики она здесь чуть ли не единственно нормальным выходом ну вот как а как иначе что это из них что это починит вообще переход на государственную потому что что это уничтожит вот всю эту цепочку виртуальных так сказать и денег не уничтожен но может быть мы не знали опять чем вот эти виртуальные деньги обязательства до отсрочки отличаются ну то не фунга электронный какой-то валюты не от бумажных денег а от каких-то цифр которые курсируют между счетами так они не курсируют весь смысл этой отсрочки в том что транзакция это заморожено если бы было только дело в этом да то есть если бы у них были эти деньги хотя бы в честь видит цифры понимаешь а их нет он вынужден сам себя кредитовать за счет того что не задерживает выплаты своему поставщику это такой кредит просто-напросто дешевый потому что у банка хуже хуже чем кредит хуже хуже почему хуже для вот самого предприятия по лучшему это лучше и это лучше для поставщика плохо конечно а для него поставщика как бы на эти условия допустим идет что других как бы вариантов продать нет ну да ну и если понимаешь просто если даже допустить вот что просто и этих денег просто физически нет они бы отменялись ими но просто их нет их не туда а как бы процесс останавливать нельзя нельзя же остановить процесс краю сейчас появятся деньги так да мы тебе что-то произведем не что-то поставим это не это нереально то есть у тебя либо есть цепочка от производства как бы к потребителю ты не можешь а когда запускаются все эти предприятия поставщик мог перекредитоваться в банк взять кредит но он просто не может здесь уж кредит очень дорого стоит то есть как влиять в эту систему надо кредиты дешевых предложить и все разрушится не к сожалению не не совсем так получается я не просто я как то предложит дешевый кредит и что-то поставщик возьмет кредит опять а у него на тот момент уже на сегодняшний день нет ликвидных залогов нет нет недавно слышал и читал интервью генерального директора 220 вольт он сказал те же вещи которые давно знаю 50 процентов интернет и сетевого ритейла у нас не рентабель может вполне возможно что да всякие цель я поставил что лента там хочет поставить станком там еще там магнит рентабельно магнит рентабельно магнит рентабельно пока усили нет пятерочка пятерочка в обвале их не понятно понять давайте обсуждать те которые рентабельные если они рентабельны можно это делать тем простым способом предложить дешевый кредит поставщик он взял дешевый кредит опять сможет поставить товар да и соответственно как бы получить деньги за предыдущий товар и она разрушится тем самым ну как и здесь можно было нарастить дешевое предложение было то чем говорит что если допустим банк выдает кредиты если бы он выдавал какие-то рентабельные производил проверки дает кредиты рентабельно организация под низкий процент то было бы нормально вот если это как бы сеть допустим вызывает доверие и можно дать ей все эти сеть ничего не производится смысл давать деньги если ничего не производится если ты в экономике бросишь огромное количество денег она ничего не производит у нас все импортно почему у нас санкции кричат по нам удали у нас ничего своего производства нет от того что мы бросим кучу денег все только станет дороже и ничего не поменяется да понятно а ключевое слово было по-моему просто рентабельное если производство или сеть это не важно просто вот если она закупает деньги отдается на заграницу даже сети которые ничего не происходит даже они как вот выясняется вот ребята они работают в убыток а как они могут остановить это все эти помещения там все это оборудование у тебя как бы уже куча товара лежит который тебе надо продать не атака в основном зарплаты только сама сильная и большая накрутка это нет я все остальное отбивается быстро не отбивается зарплаты не понял мысль моей что если ты уже не рентабельно ты все равно не можешь закрыться потому что тебе надо продать и распродать свой склон. Нет, это никак не связано. Если ты на рентаре, то все равно закрываешься. С убытками закрываешься. Ну потому что, так, ну как это... Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. General Motors вспомнит. Уже миллионный раз они там были банкротами и Терневинь до сих пор работает. Это неправда, что... 300 миллиардов них захерачили, и они... Потому что, если там процесс идет, никому не выгодно, чтобы... Представляешь, что сейчас, допустим, все пятерочки, которые есть, их закроют. Это просто не позволит... Это просто даже не позволит вот этому бизнесмену, которым владеет... Значит, она рентабельна. Нет, нет, нет. Никто ему не позволит закрыть. Ему скажут, ты будешь работать в убыток, да, мы тебе подкинем чуть-чуть денежек там, вот, но ты будешь, потому что иначе люди с голоду умрут, друг мой. Понимаешь? Денег-то подкинут? Денег-то подкинут. Но это не значит, что... А откуда он? Как он погасит долги? Так ему государство подкинет, чтобы люди с голоду не... Долги-то как долги-то погасит. И как? Ему это все деньги подкинут навсегда. Как General Motors, то есть живет в убыток, как бы, да, ежегодно показывает... Но всем нужно, чтобы это... Ну, 300 миллиардов в них закачали, закачали 300 миллиардов, расплатились таким образом со всеми поставщиками. Такая была ситуация приведена, да. Есть, как бы, есть системно-образующие какие-то там, и производство, и услуги, в том числе, и торговля, да, то есть, они могут... Почему? Вот тебе этот самый, этот самый... Путин приезжал... У железной дороги... Путин приезжал в системно-образующие предприятия. Подожди, сколько времени, я уж не знаю, как сейчас, но раньше точно РЖД у нас были убыточными. Российские железные дороги? Нет, не все. Они сейчас? Не все. Что значит, не все? Есть направления в РЖД, которые убыточны, которые покрывают... Ну, в целом. Нет, в целом оно рентабельно. Есть направления, которые убыточны. Они покрываются, да, все другие направления. Дело не... Нет, дело в том, что... Вот и все. Даже если РЖД будет убыточным, то можешь, как бы, если... Если то, да, если РЖД убыточным, Оно все равно не закрывается Понимаешь, что ты мысль? Ему дают денег Нет, нет, нет Вот здесь ситуация Дают денег, в итоге все становится просто дороже Но ничего не меняется Еще дают денег Вот это тебе пример Это пример о том, что нерентабельное предприятие Продолжает существовать Господа, я говорю немножко О другой вещи Господа, ведь смотрите Ведь особенность вот этого количества Большое количество бартерных валют Которая существовала у нас в экономике в 90-х годах Среди в том, что они между собой не сопряжены Что ты в любой момент вот эту валюту Ни по какому курсу на это отменить не можешь Вот, я может быть Не очень плохо-плохо Но представьте себе ситуацию Король солнца, Франция Конец 18-го века Значит И он вводит Попытку сделать, продавать всю пшеницу Которую у них есть Точнее налоги Платить деньгами Раньше у них был бартер Платили, значит, зерном Допустим А теперь Что делают, постараются крестьяне сделать Они пытаются это дело продать А продать на тот момент нельзя А почему нельзя продать? Да потому что Каждый крестьянин Этот производит пшеницу Этот производит пшеницу То, что они делают между собой Они сами потребляют У них натуральное хозяйство То есть у них рынка по большому счету нет На этом рынке этой пшеницы Одна десятая процента болтается То есть только король и покупает Да Ну, коллективичество, знаете Какое-то покупает Небольшое Просто у них нет того рынка На который они могли прийти И продать его за деньги Нет такого рынка Нет, ну подожди Если до этого Король собирал пшеницу И значит эта пшеница ему была нужна Да Значит, как бы Потребность То есть этот товар куда-то уходил Значит, есть как бы вот эти потребители Да Вот это Это странный парадокс Вот он так же рассуждал Ему советники показали Ну что, давай мы все монетизируем Все будем продавать за деньги Они будут продавать за деньги А мы деньги будем собирать И покупать у них пшеницу То же самое Так вот почему-то вот этот фокус Он не работает Почему? Потому что у них пшеница на тот момент Она не являлась товаром в вовлом смысле То есть не было рынка Она не являлась товаром У меня не было товарной функции Точно так же Здесь у нас оказывается У нас больше вещей Которые у нас Перируют на рынке Вот на таком бартерном Девяностое Не знаю, как вот Казахстанской ситуации делать Оно не являлось в каком-то смысле товаром Вот не являлось и все Вот особенно в советской экономике Что она была вот такая Бартерная Черезучетный чек То есть пиздональничный рук дел Она товаром не являлась И продать его было нельзя И вот эти самые вещи Сжатие, попытка Вот этого волнения обмена Она в прямом смысле не работает То есть попытка сжать Сжать для нас Денежное предложение Она приводила К уменьшению доли экономики Которая обслуживалась деньгами И вот здесь была вот эта Пшеница времен Короля солнца Я с этим не очень могу Поработать Потому что у всех нас И в моем тоже Может больше всех Вот такой недостаток есть Вот это рыночное мышление Что можно все продать И купить за деньги Но столько нас сильно въело Что надеть на себя Вот эти самые одежды Когда это совсем не так Когда у тебя пшеница не является товаром Ну никак не получается Но с этим надо как-то работать И эту ситуацию надо понять В этом единственный Как бы философский смысл Моего выступления В советской ситуации Можно понять Если допустим Есть единый рынок кирпичей Где продаются кирпичи Куча разных заводов И устанавливается Какая-то средняя цена Вот наша современная ситуация Экономическая Это одно А если допустим Есть кирпичный завод Есть трубный завод И они между собой договариваются Они не знают Как там другие кирпичи То есть это не является товаром Есть просто У меня есть кирпичи У тебя есть трубы Давай Сколько за столько-то труб Я тебе дам столько-то кирпичей Окей Окей Поменялись Вот ты об этом хочешь ты Что вот эта транзакция Бартерный объем Он происходит Без оглядки На другие кирпичи То есть кирпич не становится универсальным Можно было бы представить Что значит товар Это такие протоденьги Которые просто Сколько товаров Столько и денежных единиц Если у нас есть рынок Если у нас есть биржа Если у нас есть товарооборот А если у нас есть вот такое натуральное хозяйство Транзакция элементарная То у нас как бы Они не приобретают универсальный характер Они не становятся ни протоденьгами Ничем не становятся Вот они как-то вот так существуют И выжимать из них Деньги люди умели Сделать класс был Специально по взятизачету Но они это делают Я, видите Я многократно к этому возвращаюсь Но уже вам видно Что я чего-то здесь недопонимаю Прямо фундаментального Как вот с деньгами быть Как с ними работать Совершенно непонятно Вот Но тем не менее Вот картинка Она кажется более-менее реалистичной И мы делаем Вот из такой полуэмпирической картинки Два фундаментальных вывода Первый Что говорят в мире много долларов И люди абсолютно неправы Проблема прямо противоположная В мире слишком мало долларов Это первая позиция Вторая позиция Стоит в том Что каким-то образом Российская экономика Это уже банальная вещь Это все говорят Что российская экономика Она является Недомонетизированной То есть она Денег в ней просто мало Вот Как это менять надо Если кто мне расскажет Как это произошло в Китае Почему у них такая большая Монетизация экономики Почему у них при этом Так сильно растет Я буду очень благодарен Ну ясно как это Например в сталинское время сделали Они сделали два контура обращения Всего лишь Первый контуру И не второй Были деньги для предприятий Которые вот здесь так болтались И были потребительские деньги И вот они были между собой Никак не сопряжены Они не могли Ну в качестве Необходилых вещей была Монополия на внешнюю торговлю Уведена Потому что как бизнес Монополия на внешнюю торговлю И много других Прятых вкусностей Только для того Чтобы эти два контура Не делали Что у тебя Ну вот там На численности денег Долларов Это банально Нет Это как-то звучит странно Ну вот Нет Это не банально А банально Потому что в России Мало рублей Ну про доллары Я бы сильно не беспокоился Это пусть у них голова болит Хватит им долларов Не хватит А то что Вот у нас денег не хватает Это по-моему Весьма тревожная штука Да Да И при том Она ситуация Сейчас она будет Такова Что у нас Оставшиеся рубли Если будет дальше Курс доллара делать Они будут обслуживать Курс вот такой Внешний торговли Потребление Доллар будет расти Потому что у него будет Спрос выше И вот как ни странно Может оказаться так Что если мы Демонетизируем экономику То доллар упадет Это наши ребята Делали большое преступление Когда доллар готов был упасть Помните 23 Меньше еще И они этому противились Ну исходя из интересов Экспортеров безусловно Потому что им выгодно Платить рабочим мало А продавать нефть за доллар Вот только Исключительно В их интересах В интересах всего Остального мира Было то Что доллар Устроил бы адекватных денег А не обладал Завышенный курс Ну все Хопы Да Исключительно Исключительно